Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф и о канале Ольга Исафар. С вами Ольга Исафар. Вы знаете, я как-то уже давно говорила, что я буду периодически напоминать о заслугах этой парочки. И так как подписчиков у них прибавляется всё больше и больше, и в комментариях меня зачастую там вспоминают и на стримах тоже, якобы такую ненавистницу Уралочки и Сафара. И поэтому я хочу, знаете, напоминать и Уралочки с Сафаром, и зрителям открывать глаза, чем же завоевала славу эта парочка. А то зачастую они ко мне забегают, пишут мне бесконечно о зависти, и, знаете, это уже становится смешно. Пишут, что у меня личная неприязнь к этой парочке, ну и всякие гадости. Знаете, у меня вот абсолютно ничего личного нет к этой паре, да. А то уже парочки чё-то уже слишком много стало. И хочу сказать этим забегающим, чем же прославились эти двое. Сразу хочу сказать, что раньше на них абсолютно никто не обращал внимания. Ну, снимали они там, как готовят, как поедают, как шьёт Уралочка, чё-то там на даче они снимали. И особо неинтересны они были зрителям. Ну, как неинтересны? Смотрели их там, комментировали. Кто-то забегал, да, писал, что слишком много еды. Ну, бывало и оскорбления в уральскую сторону тоже были. Возмущались, что брак странный, что муж молодой, жена старше выглядит. Ну, это ерунда. У многих такое пишут. Это Ютуб, и все по-разному думают, размышляют по-разному. Но самое главное – это было в новогоднюю ночь. Когда под бой курантов друзья Сафара, вернее, друг вместе с Сафаром, они прославляли фашизм, зиговали. А Уралочка с женой друга под это зигование дружно ржали. Да, не побоюсь сказать «ржали», потому что так и было. Им было очень весело. Они были очень счастливы в этот момент. Конечно же, конечно же, они этот видеоролик удалили. И следом они записали объяснялку. Но перед этим ещё был стрим, где они обвиняли россиян, обзывали всяко. Но тоже было всё удалено. Ну, а далее следовала объяснялка, то бишь отмазка. И они отмазывали себя. Они извинялись перед зрителями. Вообще-то извинение было тоже. Но знаете за что? За то, что они не зиговали. А за то, что они не вырезали этот момент. Представляете? То есть вины за собой они абсолютно никакой не чувствовали. При всём том, да, они просто спасали свой канал. Ну, а дальше, когда обрушилось просто на них внимание и начались отписки, Уралочка скрыла подписчиков, чтобы никто не заметил провала на канале. И далее, когда у неё умерла мама, Она посмела, да, получая при этом сожаленье, сочувствие и людскую поддержку, В конце пожелала смерти людям, которые были не согласны с ними. Так как между временем зигования и смерти мамы прошёл достаточно маленький промежуток времени. И люди, естественно, под каждым последующим видеороликом её высказывали свой негатив. Далее, дальше она продолжала унижать и оскорблять несогласных. Но люди это всё помнят. Все, кто её смотрел раньше, все уже давно увидели, кто такая Уралочка. И сейчас на протяжении всего этого времени мы видим враньё, лицемерие, хитрость, наглость и даже мошеннические действия. А какие? При том, что Уралочка достаточно хорошо получает, она умудряется клянчить деньги на лекарства, на наколенники, на палку и на бинты, которые, собственно, сейчас ей и не нужны. Но это просто был способ как бы подзаработать, чтобы не умереть с голоду. Потому что свои деньги она отдала на памятник своей же маме. Вот так вот, ребят. Ну, а далее, сейчас, совсем недавно, совсем-совсем недавно, на новом канале, который называется с вами Ольгой Сафар, был мукбанг. Муж соскучился по рассольнику. Сливовый пирог. Где они сидели, напихивали в себя еду, заталкивали, заглатывали, и при этом проводили политинформацию. И с умными лицами, как будто они прям наивысшие политики. Сафар посмел сунуть свой нос в политику России и Украины. Ехал бы в свой Таджикистан, и там рассказывал о политической обстановке Таджикистана. Это настолько мерзко, что лишний раз показало нутро этой парочки. И вы знаете, наверное, всё-таки хорошо, что они выпустили этот видеоролик с политинформацией, чтобы, знаете, люди увидели, кто есть эта мерзкая парочка. И хорошенько им в комментариях подвалили. Да так подвалили, что они не вышли на стрим. Ну, возможно, сафарика уже нет в России, поэтому и стрима не было. Но это неизвестно. Мы в ожидании чуда, что всё-таки сегодня или завтра они появятся. И повторяла и буду повторять, что такие видеоролики у меня периодически будут выходить просто как напоминалка. Ну, или объяснялка тем, кто зачастую заскакивает ко мне на канал, чтобы написать какую-нибудь чушь о том, что я завидую или просто их ненавижу. И вы подумайте, завидовать таким людям и чему там завидовать? Обжорству или мужу-гастрабайтеру, неработающему, который не может содержать жену? Чему завидовать? Или завидовать то, что Оля сидит дома и немощно, и нуждается в помощи сафара? Чему завидовать? Скажите мне, чему там можно завидовать? Ребят, в общем, напишите, чего ещё можно добавить, чего я ещё не сказала. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу сразу напомнить, что это лично моё мнение, я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok